Сегодня с утра пришла информация по поводу того, что в Иркутске и в области перестал работать Вопрос, почему прислали сообщение по поводу того, что какой-то суд Энска в каком-то Энск-городе, того, что называется Российская Федерация И какой-то судья с какой-то фамилией, возможно у него есть даже фамилия и имя Сказал о том, что это очень нехорошо, потому что вот эти вот гады, сволочи-паразиты, вруны, лжецы Иркутские, нехорошие люди, редиски, не удалили какие-то каналы, где рассказывают о фейках, которые про советскую армию, нехорошие фейки и всякой гадости Да, в Иркутске, а может быть еще где-то перестало работать, я поэтому и вышел в эфир, ради интереса, как говорится, побеседовать на эту тему Может быть это не только Иркутске касается, но и касается других регионов В Иркутске тоже не было телеграмм полсуток, а через полсуток-то телеграмм появился или нет? То есть сейчас-то как? Ага, пока все работает Дорогие друзья, идея на самом деле очень простая То есть следовало бы поразмышлять на предмет того, чтобы обзавестись альтернативными каналами связи Один из альтернативных каналов связи была передача Вот, в Хакасии сегодня был сбой телеграмм По всей видимости, они просто смотрят Нужно сделать таким образом, чтобы посмотреть, какими VPN-ами пользуются люди Для того, чтобы, а как это определить? Только отключить, типа сбой случился Никаких сбоев у них нет Отключили, посмотрели Через что пошел сигнал Определили Для того, чтобы блокернуть VPN-а А потом Все И все И с VPN-ами никак работать не будет Во всем виноваты какие-то страшные люди По поводу того, что устанавливают систему противоракетной обороны Да, прислали видео по поводу того, что вот эти вот установки типа S какие-то там 200, 300, 400, я уж не знаю, 500, там 600 Как грибы растут в полях под Питером Но может быть они и не только в полях под Питером растут Может быть еще где-то они тоже растут Такие штуки Привезли, поставили и выросли Очень интересно А это говорит о том, что значит к чему-то готовиться Не бывает так, что что-то взяло и случайно где-то там спонтанно все это вдруг взяло себе и выросло Спонтанно ничего не бывает Всегда обо всем есть договор Конечно об этом договоре знают только те, кто старший менеджер От начальника, от своего главного нелега Они знают, договорились Ага, значит пора, так сказать, курицу отправить на фабрику На мясоперерабатывающий комбинат Говорят, вот из этого курятника 500 тысяч курей И из этого курятничка тоже 500 тысяч курей Отправляем их на, так сказать, на арену Все, в порядке Извывается трех утилизация Дорогие друзья, пишите кому нужно получить информацию О альтернативных каналах связи При условии того, что отрубают все вот эти мессенджеры Я расскажу И подскажу ссылочку, да Как можно сделать так, чтобы оставаться на сверху Конечно все могут взять Абсолютно все Ну Будет возможность Какой-то время пользоваться Альтернативными способами Я об этом раньше говорил еще два года назад Два года назад вообще много о чем будет сказано Где-то в 20 Многие говорил Крупы понакупали, что теперь переселите рухом, не знаем, что делать с этой группой. Вот скоро, я думаю, узнаете, что это с крупой. Сделайте программу по поводу альтернативной связи, свежую инфу. На самом деле, эта информация есть, просто посмотрите, как оставаться на связи. Ну, и в канале есть эта информация. И так, чтобы можно было еще и связываться между собой, безоплатно, только при наличии интернета, пока его не отрубят окончательно. Ну, а когда отрубят окончательно, почтовые выводы, как останутся, и все. Я думаю, что такое тоже будет происходить. Поэтому, никто не знает, когда, но то, что произойдет, абсолютно однозначно, никто не знает, как решение принимает нашу дорогую искусственную тему. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Очередная, говорит, пугалка. Аликер пишет. Если вы пугаетесь, значит, для вас пугалка. А для остальных информация к размышлениям, которая не пугает. Ну, если информационным полюсом существует такая информация, вы что думаете, там просто так-то появилась, да? Когда кретин с утра встал, не стоя на гидро, пернул, вдохнул своих же газов в голове, помутилось, и он, значит, вдруг вот что-то придумал такое, написал, все прочли, и вдруг все стали, так сказать, в это верить. Не-не-не, так не бывает, дорогой. Все просто. Другой вопрос, что те события, которые мы с вами наблюдаем, они очевидны, они будут происходить. Вопрос в том, когда. Но получить информацию о точном времени происхождения этих событий даже трансцендентным способом не дают по одной простой причине. Потому что иначе тогда будет влияние на ход игры. Вот наш разин написал, говорит, хватит кошмарить доверчиво. Вы знаете, мой дорогой, если вы так пишете, то вы относитесь к категории доверчивых, и вы кошмаритесь. Здесь, на этом канале, в основном остаются у нас разумные люди. Здесь бывают такие вот, которые автокошмарятся, да? Это все равно, что выйти на площадь и крикнуть, пидорасы. И тут же пидорасы отзовутся. Мгновенно. Они сразу будут, ты что тут такое вообще говоришь-то, а? Ты на кого вообще баллоны покатил, да? Кто такой вообще, да? Вот так вот. Таких, знаете, наверное, да, индивидуумов? Все очень просто. Вышли, крикнули, дурак, дураки отозвались. Крикнули, пидорас, пидорасы отозвались. Кликнули, идиоты, идиоты отозвались. Крикнули, психи, психи отозвались. Они себя, конечно, такими не считают. Но это основа психологии. Поэтому если вы пишете вот это вот, то, что вы сейчас написали, вы как раз пишите о себе. Потому что психология ваша, ваш фильтр, который у вас в голове находится. Все очень просто. Это вам начинающий психолог, который маленько хоть соображает психологию, сразу скажет, евреи проплатили НАТО на 10 лет. Ну что вы, дорогие мои, при чем тут евреи? Вот вы все говорите о евреях. Вы не понимаете, как используют эту нацию, как ее отымели за все время, переформатировали и подготовили. Нужно было создать определенный класс управляющий, у которого не будет никаких сомнений в необходимости уничтожать любых других. Нужно было создать из малого народа подобный класс, подобную систему управления. Поэтому их целенаправленно истребляли их же лидеры и создавали видимость и стремления. Истребляли, мучили, душили, как шариковый кошек душили. И тем самым они их сплотили. А после этого расставили по нужным местам и сказали фас на всех остальных. Все остальные – гои, ничтожества и говно из-под ногтей. А вы – правящая элита. А потом эту правящую элиту точно так же, как и всех остальных, пустили в расход при помощи защитных процедур. Это все. Сейчас увидите. Вы же видите, что в Израиле происходит. Просто так, что все это происходит. Если мозгов нет, ну, совсем дураторно же получается. Здесь все лежит на поверхности. Неужели непонятно, как это создается? Крысиный король знаете, как создается? Методики и технологии, они не менялись никогда. Поэтому всякие там какие-то террористические организации, ничего не возникает само по себе. Все контролируют. Фирма «Тойота», например, джихадистам свои эти пикапы поставляет. Причем такие, на которых уже сразу можно джихад-пулемет устанавливать. Молодцы какие. Что же это такое за пособники террористов, эти «Тойоты», которые со своего завода отправляют этим террористам нехорошим такое количество техники. Глупость такая, ничего. Белины обожрались там, что ли, совсем. И куда смотрит «Морган», «Джипи», «Морган-Бан» и все остальные? Куда это они смотрят, вот эти СРУ, ФСБ и прочие всякие разные вот эти вот люди, которые должны всем этим заниматься? Куда они все смотрят? Как это так? Кто же поставляет им оружие? Кто выпускает оружие? Как же вы, мерзавцы, снабжаете вот этих непонятно террористов? Кто вам позволит это сделать? Неужели «Джипи Морган» проморгал все эти банкиры, которые там каждую копеечку в вашем кармане считают? А такие суммы, как же они могли пойти к этим нехорошим людям? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ужас. Все это вызывает какой-то когнитивный диссонанс. Поэтому при помощи всей вот этой информации, я думаю, в ближайшем будущем большинство окажется в дурдоме и введут обратно карательную психиатрию, других вариантов просто не остается. Папарацци, да. Бывает. Быть, бывает. Ну, чтоб думать, что не, передешь сладкий. Я заметила, при землетрясении высоко в горах не ощущались калочки. И все это искусственно делается, практически. Всех вас целую, дорогие друзья. До встречи. Обнимаю всех. Еще без шлема, Ледочка, вы себе шлем оденьте на голову и сидите. И сидите вместо меня в шлеме. И радуйтесь. А я не использую этот гамнезин. Нет, ни надо. Ни разу. Только тогда, когда еду свыше 200 км в час иногда, когда мне хочется газануть 240-260, ну, другой мотоцикл уже, не на этом. Там он может пригодиться. А здесь... Да ну и сидите потом. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас, делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...